всем огромный привет сегодня у меня такой разгрузочный день но в плане разгрузочные что я свободно хочу вот побыть дома немножко отсидеться чего-то как-то всего простуда на меня набрасывается не хочет отойти понедельник вечером я почувствовала недомогание сразу попрыскала в нос в горло легла спать и вот сегодня уже четверг и все равно я знаете я просыпаюсь я не помню мне такое чувство было что я во сне чихнула я сначала показалось что я проснулась чихнула потом я такая просыпаюсь думаю о я же спала я не могу понять и потом уже когда встала опять это такой чих на эти болезни например такой простудный в общем сейчас мне надо сходить все быстренько в магазин здесь рядышком потому что у кота закончилась еда и надо ему наполнитель в горшок поменять и хлебушек наверно куплю и все по идее сегодня вечером я должна была пойти на спектакль но скорее всего я откажусь потому что надо дома отсидеться завтра я целый день работаю и чтобы себя как бы не доконать надо немножко дома побыть очень хотелось конечно сходить на спектакль и сейчас связи с тем что я хожу на курсы актерского мастерства эти занятия ой тем спектакли у нас бесплатно можно пройти вчера сегодня четверг и вообще у меня занятия в понедельник и в четверг но вчера была у нас среда и занятие принеслось на вчерашний день а сегодня вот мы должны были на спектакль хочу показать вам новую штуку пила ничего не понятно как вам в общем эта штука все равно продается в упаковке и сейчас упаковочку покажу я думала что она у такого цвета блеск но хотелось что-то яркого маслом написано эвелин маслом так немножко шатаюсь возьму и начинаешь наносить она просто прозрачная такая я думаю ё-моё какая ерунда закрашусь я сегодня вообще вот лицо решила не красить хотела сначала тушью покрасить чтоб как-то вид придать но пусть и заодно лицо отдохнет и очень спустя какое-то время смотрите он начинает все больше и больше цвет набирать и потом становится более яркий даже вот сейчас уже сравнению как я нанесла да это масло называется эвелин оттеночное масло блеск для губ она увлажняет питает и все все там дела такие и мне принципе она понравилась так что ты натворил посмотрите оставьте кота он все вытряхнул зачем ты это сделал диккенс безобразник безобразник так коробку хотел вот так это выглядит тинт написано но видите все больше и больше цвет приобретает такая интересная штука она сейчас я схожу в магазин сначала я все это уберу за кое-кем вообще хочу найти мне тут разобрать надо ладно вот этот безобразник натворил дела у меня здесь вообще у самой себя кстати сейчас вам покажу зонтик короче у меня же был дождевик который я очень сильно любила их летом в основном ходила конечно осенью когда уже куртка не особо это дождевик поносишь и зонтика у меня давным-давно уже не было я решила что нужен не зонтик все не могла купить купить это зашла уже в магазин ту потому что шел дождь и думаю куплю первый зонтик который не попадется захожу магазин посмотрите какая прелесть вот это вот шицу это прям вообще вылитый тошка щенок тут чем такая прелесть а эти шпицы похожи на вот особенно вот эта маленькая на соседскую собаку на площадке в соседе собачку появилась и вот очень похоже на них где я уже такая как городская сумасшедшая становлюсь у меня шапка с имитацией ушек зимняя рюкзак с котами зонтик собаками во первых цветовая гамма да вот это синяя фон мне очень нравится этот цвет я даже просто если бы он однотонный был я бы так его взяла раз когда увидел собак думаю ну поэтому я так не могла долго купить зонтик потому что просто меня ждал вот этот как плохо видно я иду в пакет ой этот пакет а я иду в магазин со своим пакетом люди добрые вы так делаете или это мое крохоборство или просто советское происхождение ходить с пакетиками со своими но если честно как то вот постоянно кучу пакетов этих тоже покупать не хочется ты куда собрался я тебя с собой не беру вообще так ему туда хочется прошлая жизнь покоя не дает у нас солнышко и можно как раз свои некрасенные глаза спрятать за солнечными очками и вот по поводу пластика до пакетов просто настолько много мы потребляем всего этого что как-то хочется подумать об окружающей среде и минимализировать это конечно часто эти пакеты магазинские используем вместо мешков для мусора видите пакет это арбуз вот он расцарапался потому что я сейчас шла и упала зашла магазин думаю я точно хочу арбуз тем более время скоро сезон этот пройдет и опять ждать следующего лета и эту меня сумка тяжелая в одном пакете был кошачий корм и наполнитель для туалета и бананы в другом магазине купила арбуз и для кота еще дополнительно для тимоши уже баночки такие вот ему 10 штук взяла иду и что-то как-то тяжело и взяла все все пакеты в одну руку и это такая думаю погода вроде неплохая думаю вроде чувствую себя в принципе уже ничего расходилось с утра наверное схожу в театр и только я при этих словах такая думаю схожу в театр я как упала на на колени представляете сто лет вообще так не падала а тут прям упала до сих пор рука немножко горит вроде не видно что она красная да да даже вроде уже не красная но и горит и колено у меня там красная причем упала я сегодня чем пахнет даже чем-то пахнет да ты там не испачкайся вот это сейчас я знаю залезли что до внутрь и будешь еще спать не смотри мне так давай заберу я этот пакет не надо теперь в нем ковыряться сейчас поела арбуз такую горбушку иногда я люблю есть арбуз именно вот так вот знаете ложкой и уже неоднократно я замечала что я когда съедаю арбуз мне почему-то становится очень холодно у меня сейчас руки прям очень холодные синевые вроде не видно у меня даже вот прям но не передается так вот близко если смотреть аж кожа видите съежилась от холода не знаю почему так происходит когда ешь арбуз становится холодно конечно видимо все таки классно есть его летом до жара может быть организм как-то охлаждается либо от переизбытка жидкости что в общем я не знаю надо сейчас себе заварить еще витамины чайок это лимон имбирь мятка и немножко корицы я добавляю мед к сожалению у меня закончился надо купить знакомой хочу взять мед но ее сейчас нет в пскове что когда она приедет на новой недельке надо купить медок у нее очень хороший есть вот fly леди это летающая леди да а есть которая не летает очень тяжелая леди не знаю как ее назвать извиняюсь меня голос я простужена хочу показать вам свой ход спот вот в таком ужасном состоянии сейчас это все находится это просто что-то с чем-то ну начну с угла но вот вот эти штуки их код постоянно ковырялся в этих стаканах и они вот отлетали и пока так вот у меня здесь они стоят на столе вот это тут это я себе натираю эту переносицу от насморка то горло тоже это сломалась крышка знаете это вам в ская глистер называется вот из амвея мне очень нравится глистер там супер и отбеливающие средства у них просто идеальные книжку тут маленькая гости была притащила я решила ну-ка дай-ка я ее перечитаю такая вот книжка очень хорошая джозеф мэрфи у него замечательные кстати зарядка вот это вот я в горло сейчас прыскать и все раскидана температуру мерила вот в нос прыскала так вот этот медвежонок тут валяется вообще мне всегда вот здесь вот сидит ой даже носки футболка это сейчас утро я вечером когда раздеваюсь я вот сюда на табуретку видно на табуретку плед складываю а иногда вот на подоконник так вот эта стопка журналов я решила перебрать все таки свои журналы как-то раз я показывала видео там рабочий стол как я там разбирала все и в общем у меня куча журналов и я их перебрала вот это уже у меня на выкид должны пойти и плюс еще там стопка меня ждет моя кукла которая тоже вот она обычно где-нибудь стоит же вот эти свечки тут все каталоги это папка в общем до массажка так все как-то вот ужасно выглядит это мой первый ход спот второй он вот этот вот тумба юмба все четыре мы ее не выкинем но обязательно мы его кинем и надеюсь это моя мечта список моих мечт в первом плане выкинуть тумба видите это тоже образуется сейчас штаны мужа лежат и его носки но и я тоже грешу тем что вот прям так рука и тянется сюда что-нибудь выкинуть до гардероба же нам очень далеко идти вот поэтому вот так вот тут вот положим очень безобразие такое вот два самых ужасных и самых бросающихся глаза есть грешок надо в общем разобрать это просто раза бы разбирала журналы да вроде этой стопки не должно быть я тут лечусь все вот с вечера у меня тут в одном месте в другом месте в общем принципе так поубирать лишнее все вот это убрать все хорошо будет правда деккенс правда мой маленький деккенс и на кухне есть такая полочка периодически тут тоже бардак образуется виде всяких квитанций счетов так вот эта еда надо тимоша это у меня куплено отнести на недельку ему там может чуть побольше а вот наверху еще прянички лежат вкуснейшие от подружки ну а так в принципе особо ничего нет просто квитанции надо на этот квитанции в порядок привести и вот у столешницы мы сейчас завтракали посудка сушится ели яичницу сейчас вот это вот полотенце с посудой уберется так кофеварка у меня мы обычно всегда стоит на плите на этой маленькой комфорочки ее не убираю никуда на посудник и вот видите у меня просто в разброс овощи фрукты обычно лежат я до сих пор не могу придумать какую-нибудь красивую фруктовницу приобрести я в икеа видела трехъярусную такую как жестяную вот больше всего мне понравилась эта идея и еще недавно мне посетила мысль может быть такие аля как имитация деревянных ящичков но не имитация деревянные ящички только маленькие маленькая такая версия таких магазинских деревянных ящиков и чтоб это так было красиво и уютно смотрелось не знаю потому что все равно надо наверное пути два ящика чтобы овощи и фрукты допустим по отдельности хранить и по правилам соседства допустим огурцы и помидоры вместе хранить нельзя он начинает помидоры быстрее портится от всяких испарений от огурцов ну и там бананы с яблоками тоже по идее вместе нельзя хранить не знаю что делать вот такой вот у меня hotspot все это надо брать будет порядок вот вот